Добрый день! В эфире Альфа-Новости. Сегодня вторник, 12 апреля, и мы знакомим вас с самым важным и интересным в Преамурии. Поехали! Отпраздновать День космонавтики в будущий Циолковский приехали Алексей Леонов и Валентина Терешкова. Перед гостями выступили легендарные земляне. Скосить траву у дома, а о шашлыках забыть. В пожароопасный сезон инспекторы каждый день штрафуют нарушителей правил противопожарной безопасности. В ОКЦ выступил последний романтик современной эстрады. На концерте Валерий Меладзе исполнял песни по заказу зрителей. 12 апреля во всем мире отмечают День космонавтики. 55 лет назад Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» и покорил космос. Эпицентром торжества Амурской области стал будущий Циолковский. Сюда приехали легендарные космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов. Человек, который первый вышел в открытый космос. Смотрите о празднествах. Репортаж Антона Сильвоника. Сегодня в России День космонавтики – это больше, чем просто рядовой праздник. Юбилей. Именно 55 лет назад Юрий Гагарин покорил космос. И сегодня в Углегорске праздник проходит под девизом «Подними голову!» Ведь именно здесь, над нами, расположены главные космические ворота страны. Космодром Восточный впервые встречает легендарных космонавтов. Валентина Терешкова и Алексей Леонов, прилетев в Углегорск, первым делом возложили цветы к памятнику своему другу и коллеге Юрию Гагарину. Но сегодня, это исключительный день. Понимаете, мы сами даже не осознаем это начало совершенно новой эпохи. Мы прилетели на свой родной космодром, где нам никто не укажет, когда пускать, сколько пускать и зачем пускать. Мы сами будем пускать. Перед гостями выступили танцоры, а дети запустили в небо воздушные шары, как символ космических достижений. Гости не забыли и об отце отечественной космонавтики и возложили цветы к памятнику Константину Циолковскому. Он стоит у местного культурно-досугового центра. Внутри гостей уже ждут школьники. Терешкова – это первая женщина в мире, которая была космонавтом Леонов. Он первым продержался в открытом космосе 12 минут и 9 секунд. Известные космонавты наградили победителей конкурса рисунков, а после раздавали всем желающим – автографы. В рамочку поставим. И вот так. Да, и то есть покажем, то есть на место, скажем так. И в инстаграм. Классно, что мы повидали с этими людьми, что они нам расписались. Были у нас автографы с ними. Знакомство с новым российским космодромом еще впереди, но гости уже сделали вывод. Восточный построен в подходящем и удобном месте. Это место для людей, природа. 300 тысяч в году солнечных, 300 дней в году солнечных. Правда, и в Казахстане тоже солнца много, но там много песка. А здесь нормальные дожди, здесь нормальная погода. То есть здесь надо окапываться на всю жизнь. Но Восточный, он нашинский. Поэтому здесь большая, и мы надеемся, удачная, счастливая жизнь космодрома Восточный. И что он по-настоящему станет нашей космической пристанью. Празднование Дня космонавтики в Углегорске завершилось концертом. Перед гостями выступили не только амурские коллективы. Легендарная группа «Земляне» исполнила песню, которая стала гимном покорителей космоса. И сниться нам не только, как смогу, амурские коллективы. И эта рейтная синева, Прочниться нам кроватного улова. Зеленая, зеленая крова. Антон Сильвойник, Степан Юдинцев, Альфа Новости. 13 ракет запустили в небо над Благовещенском. А стартовой площадкой стал школьный двор. Вот уже 5 лет ученики 16-й школы Благовещенск. А сами собирают ракеты и запускают их в небо. С юными авиаконструкторами и активными болельщиками пообщалась Наталья Погодаева. Так они ближе к звездам и лучше ориентируются в науке. Физика, химия, конструирование помогают детям самостоятельно запускать мини-ракеты в воздух. В заряде есть селитра, при зажигании она взрывается и выталкивает ракету вверх. Повторный заряд уже выбрасывает парашют. Над одной ракетой работают сразу 4 человека. Ошибка в расчетах одного может повлиять на конечный результат всей команды. Парашют, ну, как, ну, стезобилизатор, тут парашют получается. Парашют у нас привязаны резинки, и что до некоторых команд оторвались резинки. Парашюты вот летели и приземлялись одни только ракеты. В 16-й школе вот уже 5 лет работает кружок авиамоделирования. Есть профильные классы. Но в первый раз учителя решили провести соревнования. Классы разбили на команды или, как говорят здесь, экипажи. Их получилось 13. Над процессом запуска наблюдали ученики не только 16-й, но и 11-й и 17-й школ. За кого болеть? За вас многое. За вас многое. У нас очень много этих ракет, и мы все любим их запускать. Это крутость. Чем дольше ракета в воздухе, тем они получают больше баллов. Ну, вот как вы посмотрели, некоторые ракеты очень высоко пошли, но парашют, допустим, оторвался, да? Уже время снижения уменьшается, поэтому эти ракеты проигрывают. Многие ракеты преодолели высоту более чем 100 метров. Это 30-этажный дом. А некоторые самодельные космические аппараты вовсе не вернулись на землю. Повисли на деревьях. Победил же в соревнованиях экипаж номер один, ученики 8-го Б-класса, который уже давно занимается аэрокосмонавтикой. Наталья Погодаева, Василий Пронькин, Альфа Новости. Мэром Шамановска снова стал Павел Березовский. Заседание, на котором депутаты избрали градоначальника, прошло 11 апреля. За Березовского проголосовали 13 народных избранников из 14. 14 апреля новый мэр примет присягу. Еще одним кандидатом, кроме Павла Березовского, был начальник отдела маркетинга и сбыта завода «Кранспецбурмаш» Георгий Комиссаренко. Он получил один голос. Выборы главы Шамановска прошли досрочно. В феврале бывший мэр Николай Донцов погиб в автокатастрофе. Павел Березовский ранее уже возглавлял Шамановскую администрацию с 2007 по 2011 годы. После он был сетименеджером Благовещенска, но в 2014 году покинул этот пост. 17 марта этого года Березовского назначили исполняющим обязанности мэра Шамановска. Как соблюдают правила безопасности жители частного сектора? В пожароопасный сезон это каждый день проверяют инспекторы надзорной деятельности. Хозяев, которые жгут костры и не скосили траву у себя во дворе или в огороде, штрафуют. В одном из рейдов побывала наша съемочная группа. Нет дыма без огня. По такому принципу инспекторы определяют, в какой дом заходить сначала. Сегодня они работают на улице Заводской. В огороде у Евгения Шимко сразу три костра. Так мужчина избавляется от сухой травы. Сухую растительность нужно убирать при помощи средств, которые не допускают выживания. То есть собирать мешки, вывозить. Вы согласны? Конечно, я так быстро увожу. Ну я вижу, что у вас горит здесь кругом три кучи. Нет, я потихоньку одну по руку убираю, а потом другую по другу. Пламя не осуществляет. Огонь Евгению пришлось тушить. Инспекторы напомнили жителю правила безопасности и оформили протокол об административном правонарушении. В Благовещенске сейчас действует особый противопожарный режим. Штрафы в этот период выше. За подобные нарушения от двух до четырех тысяч рублей. Не, ну я обычно вытаскал ее. А так-то я просто маленько остался, но сожгу. Ну как и удобрение основное будет за картошки. А первый раз к вам так, чтобы МЧС пришли прям провели? Первый раз. Я ожидал уже. Ну вообще, вы были в курсе, что за это штрафуют или нет? Не, ну я был в курсе, я просто не попадал в эту ситуацию. Жители думают, что смогут контролировать огонь, но судя по опыту пожарных, это не так. Дома, дачные домики и хозпостройки амурские огнеборцы сейчас тушат почти каждый день. 11 апреля горел дом в Благовещенске. Его удалось потушить, огонь повредил крышу и веранду. Ночью 12 апреля дачный домик горел в Новгородке. С установлением сухой и ветреной погоды даже незначительный источник огня может привести к тяжким последствиям. Из-за большой сухой травы может огонь перекинуться на дворные постройки и жилые дома. На примере этой усадьбы можно показывать, как соблюдать правила безопасности. Когда Павел Латышев купил дом, территория была в запущенном состоянии. Мужчина скосил траву, отсыпал дорожки, осталось только печную трубу до ума довести. Таким хозяевам вручают памятки и еще раз напоминают о мерах безопасности. Жизнь показывает, что бывают такие случаи. Я жил в сельской местности и видел такое, что дома горели только из-за того, что там была печь несправна, труба несправна. И здесь, когда я дом купил, здесь очень было большое запущение. Тут два года никто не жил. Была высокая трава, где-то с метра. И вот шли, окурок кинули и загорелось. Это хорошо, что было днем, можно было потушить. Плюс еще забор мне поджигали, деревянный забор был. Три раза забор горел. Поэтому пришлось железный сделать. По данным наутро, 12 апреля в области действовало 4 лесных пожара на площади примерно 400 гектаров. Число палов за сутки выросло вдвое. На тушение сухой травы пожарные выезжали 30 раз. Ожидается, что в ближайшее время возгораний станет еще больше. Поэтому шашлыки, костры и походы в лес сейчас под строгим запретом. Наталья Храмова, Антон Сильвоник, Степан Юдинцев. Альфа-Новости. Руководство ГСТК отрицает, что их сотрудники вывозили к жилым домам землю с мусором и реагентами. Хотя на любительских кадрах местных жителей видно, что машины приезжают от городского сервисно-торгового комплекса и выгружают крупные куски почвы с кусками технической соли. По словам исполнительного директора Сергея Чайки, ГСТК помогал ветерану боевых действий в Аганистане выровнять дорогу и участок земли. А землю привезли только раз из карьера села Белогория. Но после скандального видео помогать ветерану больше не собираются. 16 жителей частного сектора написали заявление в прокуратуру. Они утверждают, что землю привезли с реагентами и специфическим запахом. Проверку проведут в течение месяца. Крови достаточно. В областной станции переливание крови временно приостановили прием доноров с 11 апреля предварительно до 18 числа. Некоторые благовещенцы не смогли сдать даже редкую группу крови. Тайм-аут врачи медучреждения объяснили положительной динамикой. Банк крови заполнен, а брать впрок нельзя. Кровь хранится всего месяц. Станция работает по заказу больницы. В последнее время количество обращений снизилось. Прием доноров ограничивают не в первый раз. Ранее на станции были проблемы с отсутствием денежных пособий и питанием для доноров. Желающих сдать кровь как за деньги, так и бесплатно ждут на следующей неделе. Девятилетняя Валерия Рябцева из поселка Береговой в Зейском районе собирает деньги на лечение. Прошлым летом девочка упала с велосипеда, на виске появилась гематома, а потом начала расти шишка. В детской областной больнице выявили раковую опухоль. Опухоль начала деформировать мышцу глаза, и врачи опасаются, что его вообще придется удалить. Потребуется пластика лица. Сейчас Лера и ее мама находятся в Москве. Пациентку приняли в научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Операции и лечение проходят по квоте Министерства здравоохранения, но требуются деньги на оплату проезда, проживание матери и непредвиденные расходы на обследование, не включенные в квоту. Деньги можно перечислить на карту Сбербанка. Номер карты и телефон мамы Анны есть на сайте информагентства Амуринфо. Лучшие талантливые получили награду. В общественно-культурном центре чествовали победителей городского конкурса самодеятельного художественного творчества «Радуга искусств-2016». Конкурс проводится уже 19 лет. В нем участвуют творческие коллективы, солисты, музыканты в возрасте от 15 до 45 лет. Они выступили в девяти номинациях «Золотой голос», «Танцевальный микс», «Инструментальный джем», «Арена талантов», «Овация», «Дискобум», «Шоумен» и «Видеоталант». Лауреатами и дипломантами конкурса стали учащиеся Амурского колледжа искусств и культуры, городских школ, Центральной детской школы искусств и других учебных заведений, а также художественные коллективы городского дома культуры и его филиалов. Мы гордимся вами, вы те, кто прославляет наш город и делает его известным не только на территории Дальнего Востока, в России, но и за ее пределами. Удачи вам и творческих успехов. Не останавливайтесь только на победах в городских конкурсах. Мы ждем вас новых побед. Валерий Меладзе устроил среди благовещенских зрителей голосование на лучшую песню. А накануне заслуженный артист России дал свой концерт в общественно-культурном центре. Свой гастрольный тур под названием «Полстаун» посвятил 50-летнему юбилею. «Прости меня именно за то, что я выменял тебя. Одну минуту прошло, за что лома мою свалилась к ладу. Внезапная эта статья». Любимец женщины – последний романтик современной эстрады. Так называют Валерия Меладзе в «Светских хрониках». Хотя в последнее время его имя чаще попадают в СМИ из-за подробностей личной жизни, новых отношений с бывшей солисткой «Виагры» Альбиной Джанабаевой. Все песни Валерия Меладзе – стопроцентные хиты. Их написал его брат Константин Меладзе. Творческий тандем длится всю жизнь, а исполнитель даже шутит. Старший брат, уже родившись, предопределил, что младший будет заниматься музыкой. «Он думает о том человеке, для кого он пишет. Он не думает в эти моменты о себе. Вот мне сейчас надо самореализоваться, надо проявить себя. Все будут говорить, это написал Константин Меладзе. На «Песни года» ему вручат, как композитору, некий приз. Многие годы он вообще не приезжал ничего получать. К этому гастрольному туру Валерий Меладзе выпустил новый видеоклип, в котором снялся вместе с братом. И этот рассказ, похоже, автобиографичен. Мой брат сказал однажды мне, если не задалось, не жди. Пол жизни привыкал я к ней, а нужно было просто уйти. Прекрасной половине человечества посвящено почти все творчество Меладзе. В этот вечер прозвучали «Сэра», «Небеса», «Белые птицы», «Салют Вера» и другие. Какую песню петь следующий, певец определял по зрительскому голосованию прямо во время концерта. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Наталья Шлямова, Василий Пронькин, Альфа Новости. О чем мечтает последний романтик Меладзе? Кому завидует в творческом плане? Что думает о своем вспыльчивом характере? И часто ли проявляет сентиментальность? Обо всем этом можно будет узнать из программы «С любимым не расставайтесь». Она выйдет в эфир Альфа-канала 7 и 14 мая. Ну, у меня на этом все. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин